Эфир седьмого канала продолжает новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Шесть лет колонии с конфискацией имущества. Суд вынес приговор бывшему инспектору измаильского СИЗО, который продавал наркотики заключенным. Следствие установило, что используя свое служебное положение, сотрудник следственного изолятора перенапроносил на территорию метадон, каннабис и прекурсор. Наркотики сбывал одному из заключенных. Автомобиль с военными номерами сбил 18-летнюю девушку. По предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу, а водитель не успел вовремя притормозить. Девушку госпитализировали в 11-ю горбольницу с легкими телесными повреждениями. На месте работает следственно-оперативная группа вместе с военной прокуратурой. А сотрудники полиции искали бомбу в одном из корпусов Одесского политеха. К счастью, взрывчатку не нашли. А вот лжеминера установили быстро. Университет заминировал студент, чтобы не пойти на пары. Что из этого вышло, смотрите далее в сюжете. В Приморский райотдел полиции пришло сообщение о минировании одного из корпусов Одесского политехнического университета. По тревоге подняли кинологов, оперативников и взрывотехников. Бомбу они не нашли. А вот анонима, который позвонил в полицию, нашли быстро. Им оказался студент-первокурсник, который просто не хотел идти на пары. Не придумав весомой причины прогула, он решил сообщить о заминировании здания университета. В переливе между второй и третьей парой я спустился вниз и набрал номер полиции и сказал, какой номер конкретно? Стал вам. И сказал, что знаний за ним не было. Причина совершения лжи-минер попался быстро, ведь в полицию он позвонил со своего личного телефона. На пары молодой человек, как и было запланировано, не попал. Но вот за такой оригинальный прогул теперь первокурснику придется ответить не только в деканате, но и перед законом. В тот момент, когда они проверяют неправдивые сообщения, их допомога может быть нужна в других местах, что может произвести до негативных наслитков. Звертаюсь до всех с проханием не жертвовать такими вещами, потому что цена за подобные жертвы будет высокая. Позбавление воли аж до 8 лет. Татьяна Лесничук, 7 канал. Хотел по-быстрому разжиться деньгами, но в итоге попался. Серийный грабитель нападал на заправке и кредитные учреждения, запугивал кассиров оружием и выносил деньги. Но однажды ему не повезло. 42-летний одессит уже ранее был судим. Отсидел 8 лет за разбой и досрочно освободился. На свободе, недолго думая, решил ограбить кредитное учреждение по выдаче быстрых займов, расположенное на заправке. Он ворвался в помещение, угрожая пистолетом, заставил девушку-кассира лечь на пол, сам открыл сейф и забрал все, что смог найти. Добычей стала сумма в 3750 гривен. В период с начала сентября, по конец сентября я на своей машине, которую я арендовал, решил раздобить денег незаконным способом, с помощью пистолета совершил два разбойных нападения на заправке и одно на кредит-кафе. Завладел деньгами примерно суммой по 7 тысяч гривен. Полицейские довели причетность злоумысленных кодовчинения, что наименьше трех озброенных разбойных нападов на кассировах автозаправок на дорогах Одесской области та финансовую установку в месте Одесса. При обыске машины подозреваемого нашли более 300 патронов, 5,45 мм и 20 патронов калибра 7,62 мм. Татьяна Зарубина, Седьмой канал. Как сделать город более безопасным? В Киеве все школы и детские сады оборудовали камерами видеонаблюдения. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. В рамках программы «Безопасный город» в столице установили 4000 интеллектуальных камер, которые распознают лица и номерные знаки машин. До конца года планируют установить еще 2000 камер в метро, на мостах и в местах большого скопления людей. Резонансная подія минулого тижня, когда была вкрадена дитина. И могу сказать, что за допомогою нашей системы полиция в очень короткие сроки смогла выявить человеку, которая порушила закон, и она будет отвечать. Наше завдание – сделать все, чтобы эта система работала более эффективно. Используясь этой системой, мы, прямыми использователями, можем как и керувати этими камерами, так и отримать информацию. За годины идти по следам злочин и раскрывать злочин. И 6000 камер – это только начаток. Это только начаток, потому что в других европейских местах их сотни тысяч. Также в рамках пилотного проекта полицейские инспекторы в столице теперь будут ходить в очках с видеофиксаторами. Нововведения тестируют и в Одесской области. В Одессе запустили пилотный экопроект по переработке для вторичного использования полиэтиленовых пакетов. После Одесский опыт планируют перенять Киев, Николаев и другие города Украины. С понедельника в Одессе откроют 7 пунктов приема мусора для вторичной переработки или утилизации. 300 миллионов тонн пластика ежегодно выбрасывается в год. И темп производства пластика возрастает на 10% ежегодно. Еще один интересный факт – ежеминутно, то есть каждую минуту, 1 миллион людей в мире что-либо заворачивает в пластиковый пакет или выкидывает одну пластиковую бутылку. Одесские общественники недовольны ходом расследования конфликта на школьном аэродроме. Поговорить об этом сегодня собрались активисты, правозащитники и руководители нескольких организаций. События на школьном они однозначно считают захватом. Ну а я напомню, 29 октября строители и группа неизвестных в масках снесли забор вокруг аэродрома и заняли 12-метровую полосу земли на границе части. Двое военнослужащих уже находятся под следствием за то, что не помешали этому. Никто из так называемых захватчиков не задержан. Им мало земли, так земля у них будет у каждого 2 на 2 метра. У каждого у них будет земля. Тому я еще раз наголошу, что наше товариство, организация участников АТО Одессчины, засуджает действия забудовников. Мы не понимаем тональность, с которой представители влады общаются с представителями Збройных сил Украины. Впрочем, на уличной акции в поддержку военных общественники выходить не планируют. А вот их оппоненты действуют активно и даже агрессивно. На пресс-конференцию явилась группа мужчин в такой же форме, как на так называемых захватчиках аэродрома. Они представились участниками военно-патриотического клуба «Айдар» и попытались сорвать собрание. А если все туда идут, то тут будет воювать. С паперами. Хлопцы, если у вас болит, я предлагаю общение в неформальном и абсолютно тиковом формате. Предлагаю продолжить на улице. В Одессе представили электронную систему e-health. С ее помощью пациенты могут выбрать врача, записаться к нему на прием без очереди. e-health – это единая система электронного реестра врачей, медучреждений, пациентов и деклараций. Декларация – это условно договор, который укладывается между лекарем и пациентом. Пациент добровольно выбирает любого лекаря, независимо от места регистрации пациента. Это гарантия получения заклада, в котором работает этот лекар в будущем, за этого пациента. Чем выше качество обслуживания, тем больше пациентов будет у врача и выше его доходы. По проекту за пациента в возрасте от 18 до 39 лет государство будет выделять 370 гривен. А за больного до 5 лет и пациентов от 65 в два раза больше. В проекте бюджета на 17-й год, на первую медичную допомогу, закладывали выдастки из розрахунка не меньше 370 гривен на каждого из нас. То есть это примерно три дня всего бюджета охраны здоровья. Так, так, так. Да, но как принимает бюджет Верховной Рады, это же вопрос не до нас. Система работает в тестовом режиме. С осени 2018-го ее внедрят по всей Украине. Готовы ли одесские врачи к нововведениям и смогут ли они управлять личным кабинетом, смотрите в итоговом выпуске новостей в субботу в 20.00. Пока это вся информация у нас к этому часу. Больше новостей смотрите уже в следующем выпуске. Увидимся в 18.00. Оставайтесь с Сигмым, будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»!